В то же время благодать посрамляет перед очами его всю злокозненность демонов и как бы перстом указывает ему, что потерпел бы он, если бы не дознал этого. Тогда рождается у него мысль, что всякая вещь, малую и великую, должно ему в молитве испрашивать себе у Создателя своего. Когда благодать Божия утвердит мысли его, чтобы во всем этом уповал он на Бога, тогда мало-помалу начинает он входить в искушение. И благодать попускает, чтобы посылаемы были на него искушения, соответственная мере его, чтобы понести человеку силу их. И в сих искушениях ощутительно приближается к нему помощь, чтобы благодушиствовал он, пока обучится постепенно и приобретет мудрость, и в уповании на Бога станет презирать врагов своих. Ибо умудрится человеку в духовных браниях познать своего промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в него невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания. Благодать, коль скоро усмотрит, что в помысли человека начало появляться несколько сомнений, и стал он высоко о себе думать. Точно спускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь и опять в смирении не емлется за Бога. Не дивись, что когда приступаешь к добродетели, отовсюду источаются на тебя жестокие и сильные скорби, потому что и добродетелью не почитается та совершение, которая не сопровождается трудностью дела. Посему-то святой Иоанн, колу или пророк, сказал, добродетели обычно встречать затруднения, она достойна порицания, когда привязана к покою. И блаженный Марк говорит, всякая совершенная добродетель именуется крестом, когда исполняет заповедь Духа. Это апостольское учение, что все, хотящие жить в страхе Господнем во Христе Иисусе, будут гонимы. Господь же говорит, только кто погубит душу свою и меня ради, приобретет ее. Для того на первых порах предлагает Он тебе крест, чтобы ты прежде определил себя на крест и потом уже послал душу свою идти вслед его. Ничто так не сильно, как отчаяние. А оно не знает, чтобы кто победил его правыми или то, или левыми. Когда человек в мысли своей лишит жизнь свою надежды, тогда нет ничего дерзостнее его. Никто из врагов не может противостать ему, и нет скорби, слуха которой привел бы вознеможение мудрования его. Потому что всякая приключающаяся скорбь легший смерти. А он подклонил главу свою принять на себя смерть. Надежда покоя во все времена заставляла людей забывать великое, благое и добродетели. И прежде нас и до ныне нет иного чего, но от этого именно люди изнемогают. И не только не одерживают победы, но даже лишаются наилучшего. Поэтому скажем короче, если человек не брежет о Царстве Небесном, то разве по надежде мало воздешнего утешения? Кто не знает, что птицы приближаются к свете, имея в виду покой? Когда ум возревнует о добродетели, тогда и внешнее чувство не уступает над собой победы никаким трудностям. Когда сердце возревнует духом, тогда тело не печалится о скорбях, не приходит в боязнь и не сжимается от страха. Ибо тогда ум, как адаман своей твердостью, противостоит в нем всем искушениям. Возревнуем же, и отбежит от нас нерадение, порождающее леность. Леность порождает отважность и придает душе победоносную силу. Какая сила демонов может устоять, когда душа подвигнет против них свою природную ревность? Древние отцы наши знают, что ум наш не во всякое время в состоянии бывает стоять на одном и блюсти стражбу свою. В иное же время не может и усмотреть того, что вредит ему. Облекались в нестяжательность, как в оружии, и уходили в пустыне, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы не иметь поводов к раздражению, пожеланиям, злопамятству. Вроде всего этого и подобного ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Когда человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит ему на мысль переселения из этой жизни, и всегдашнее прилагает он попечение о приготовлении к тому. Безведь всякого покоя, помысл о пренебрежении мира животрепещет в уме его, крепко стяжевает он сердце для встречи опасности без страха. Не боится смерти, потому что ежечасно устремляет на нее взор скорби, если встретится, принимает с весельем и радованием, зная, что они доставляют венцы. Если же случится ему приобрести что-либо приходящее, то в сей же самый час в душе его начинает пробуждаться любовь к телу, возникает помысл о плотском покое, и о способах достать все служащее к тому. От этого далее отъемлется у него та твердость сердца, какую имел он, когда в своей нестяжательности был выше мира. И души его начинают обуревать мысли, наводящие страх за жизнь. Потому отходит от него крепкое упование на Бога. 129. Разные изречения. Как тому, у кого голова в воде, невозможно вдыхать в себя тонкого воздуха, так и тому, кто погружает свою мысль в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение того нового мира. Как смертоносные запахи расстраивают телесный состав, так и непристойное зрелище мир ума. Как стекло не может оставаться целым при столкновении с находящимся поближе к камням, так и святы, когда надолго остается вместе и беседует с женою, не может прибыть к чистоте своей и не оскверните. Как с корнем исторгаются деревья, сильным и постоянным притоком воды, так искореняется и любовь к миру в сердце притоком искушений, устремленных на тело. Как горькие лекарства истребляют нечистоту худых соков в теле, так и жестокость в скорбе очищает сердце от лукавых страстей. Как невозможно остаться невредимым тому, кто щадит своего врага на поле битвы, так невозможно и подвижнику душу свою избавить от погибели, если щадит он тело свое. Как юная дева, пораженная видом чего-либо страшного, прибегшая к родителям, берется за одежду их и взывает о помощи, так и душа, в какой мере утесняется и сокрушается страхом искушений, в такой спешит прилепиться к Богу, призывая его непрестанной молитве. И пока искушения продолжают одно за другим нападать на нее, она умножает моление, а как скоро получает освобождение, предается парению мыслей. Как иной принесший великий дар царю награждается от него ласковым взором, так и тому, кто и имеет в молитве свои слезы. Великий царь веков Бог прощает всякую меру грехопадений, награждает его благоволительным взором. Как человек, имеющий при себе драгоценную жемчужину, проходя путем, на котором водятся разбойники, в непрестанном бывает страхе, что подвергнется нападению и будет ограблен, так и тот, кто несет бисер целомудрия и шествует в мире, этом полном врагов пути, не может быть свободен от страха этих разбойников, пока не придет в обитель гроба, то есть в страну упокоения. Как человек, который пьет вино в день плача, упившись, забывает всякую печаль о своем трудном положении, так и упоенной любовью Божией в этом мире, то есть в доме рыдания, забывает все свои труды и печали, и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям. Сердце его подкрепляется надеждой на Бога, душа его лекка, как пернатая птица. Ум его ежечасно возносится от земли превыше всего человеческого, парит он своими помыслами и наслаждается бессмертием у Всевышнего. Смиренно мудрее есть Риза Божества. В Него облеклось почеловечившееся Слово, и через Него беседовало с нами в теле нашем, прикрыв доблесть величия своего и славу свою этим смиренно мудрием, чтобы тварь не была попаленна воззрением на Него. Тварь не могла бы взирать на Него, если бы не восприял он счастье от Него, и таким образом стал беседовать с Него. Поэтому всякий, кто облекается в эту Ризу Смирения, облекается в самого Христа, потому что в то подобие, в каком, видим, был тварь своей и пожил с нею Христос, и Он пожелал облечься по внутреннему своему человеку. В Смирении есть некая таинственная сила, которую по совершении всего жития восприемлют совершенные святые. Сила сияния иначе, как только одним совершенным в добродетели дается силы и благодати, потому что добродетель сия заключает в себе все. Не всякий, кто скромен, молчалив, кроток, достиг уже степени смиренно мудрия. Да и того, кто смиренно мудрствует при воспоминании грехопадений, сокрушаясь о них, не назовем смиренно мудрым, хотя это и похвально, потому что он не обладает еще смирением, но и хищренно приближает его к себе. Он желает только смирения. Но смирения нет еще у него. Совершенно смиренно мудрый не имеет нужды мудрованием своим изобретать причины к смиренно мудрее, но во всяком являет во всем, являет смирение без труда и самопринуждения. Если спросит кто, как приобрести смирение, ответим ему, «Довольно ученику и сделайся подобным учителю своему, рабу подобным господину своему». Смотри, как являл смирение тот, кто заповедал то и дарует сие дарование, подражая ему и приобретешь его. Всячески должно избегать всего, что раздражает в нас злые страсти, особенно же отсекать в себе причины страстей и то, чем страсти, хотя бы то самое малое, приводятся в действие. Когда же, несмотря на то, страсти придут в движение, надо противостоять им и бороться с ними. Для того и другого самое лучшее – погружаться во внутреннего своего человека и там уединенно пребывать, непрестанно возделывая виноградник сердца своего. Когда ум наш пребывает там уединенно и отшельнически, тогда не он уже ведет брань со страстьми, но благодать. Целью пришествия спасителя, когда он дал нам животворящие заповеди свои, как очистительные врачества в нашем страстном состоянии, было то, чтобы очистить душу от повреждения, произведенного первым преступлением, и восстановить ее в первобытное ее состояние. Что врачества для больного тела, то заповеди для страстной души. И явно, что заповеди поставлены вопреки страстям для уврачевания преступной души. Повреждение превзошло к нам от преступления заповедей. Из этого яствует уже, что здравие возвращается снова их хранением. А без делания заповедей, пока прежде всего не пойдем он им путем, ведущим к душевной чистоте, не должно нам и желать или надеяться душевного очищения. И не говори, что Бог и без делания заповедей может по благодати даровать нам душевное очищение. Это Господни суды, и Церковь не повелевает нам просить чего-либо такого. Иудеи во время возвращения своего из Вавилона в Иерусалим шествовали путем естественным. Но Иезекииль сверхъестественно прибыл в Иерусалим и в божественном откровении садился с зрителем будущего обновления. Подобно этому бывает и в рассуждении душевной чистоты. Иные путем протоптанным через хранение заповедей в многотрудном житии кровью своей приходят в душевную чистоту, а другие удостаиваются ее по дару благодати. И чудно то, что не позволено просить в молитве чистоты, даруемой нам по благодати, и отказываться от жития, препровождаемого в делании заповедей. Ибо богатому, вопросившему Господа, что сотворит жизнь вечную наследую, Господь ясно сказал, соблюди заповеди. Лука 10, 25. Когда же богатый домогался узнать еще больше, тогда сказал, если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое, и раздай нищим, и возьми крест свой и следуй за мною. А это значит, умри для всего, что имеешь у себя, потом живи во мне. Выйди из ветхого мира страстей, и потом вступи в новый мир духа. Ибо Господь сказал, возьми крест свой, научил тем человека умереть для всего в мире. И когда умертвил он в себе ветхого человека или страсти, тогда сказал ему, гряди вслед меня. Ветхому человеку невозможно ходить путем Христовым. Блаженный Василий Великий, блаженный Григорий, которые были любителями пустыни, восхваляли безмолвие, пришли на безмолвие не тогда, как не упражнялись в делании заповедей, но жили сперва в мире и хранили заповеди, какие должны были хранить живущим в обществе. И потом пришли в душевную чистоту и исподобились духовного созерцания. И после этого уже поспешили они и вышли на пустынное безмолвие. И с этого времени пребывали со внутренним своим человеком, посему соделались умозрителями. И прибыли в духовном созерцании, пока не призваны благодатью и сделаться пастырями Церкви Христовой. В пустыне усыпляют страсти, но от человека требуется на это одно – усыпить страсти свои. Не это одно, а и то, чтобы искоренить их, то есть преодолеть, когда будут против нас упорствовать. Страсти же усыпленные пробуждаются, как скоро встречаются причины прийти им в действительность. Будем жить и желать пустыне не потому только, что она усыпляет страсти, но пожелаем, чтобы при недостатке чувственного и удалении от всех умудриться нам в ней, чтобы обновился в нас внутренний и духовный во Христе человек, чтобы на всякий час быть нам наблюдателями над самими собой, и чтобы ум наш соделался бодрственным и охранял себя ежечасно, и не похищалось у него памятование надежды его. Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие. И иноки же предпочитают милосердие и безмолвие. Как это примиряется? Господь для уподобления нашего Отцу Небесному назначил милосердие, потому что оно милосердно приближает к Богу. И мы, иноки, чтим безмолвие, не исключая милосердие, а стараясь, сколько возможно, удалиться от суетного попечения и мятежа. Мы не имеем намерения противостоять долгу относительно ближних, но заботимся о безмолвии, чтобы вернее исполнить другой высший долг, пребывать в богомыслии, в котором всего боли можем возвратить себе чистоту и приблизиться к Богу. Если же когда на известное время будет необходима и какая потребность в нас братьям, не должно не родить об той, посему будем непрестанно понуждать себя во всякое время внутренне быть милосердными ко всякому разумному естеству, ибо так внушает нам учение Господне. И в этом, а ни в чем-либо пустом состоит отличие нашего безмолвия. И надо бы не только это внутреннее наше милосердие хранить, но когда призывает обстоятельства, не возни родить и о том, чтобы доказать любовь свою явно. 140. Жизнодавец полноту заповедей заключил в двух заповедях, объемлющих собой все прочие, в любви к Богу и в подобной же любви по образу Божию. К образу Божию. И первая удовлетворяет цели духовного созерцания, а вторая созерцанию и деятельности. Ибо естество Божие просто, невидимое и естественно, ни в чем не имеет нужды. И сознание при самоуглублении своем естественно не имеет нужды в отношении к Богу, в телесной деятельности. Деятельность Его при этом проста и обнаруживается в единой части ума, сообразно той простоте достопоклоняемой вины, которая выше плоского чувства. А вторая заповедь, то есть человеколюбие, подвойственность и естества требует, чтобы мы то, что исполняем невидимо в сознании, подобным образом желали исполнить и телесно. Поскольку деятельность везде предшествует созерцанию, то невозможно кому-либо возвыситься до области этого высшего, если самым делом не исполнить прежде низшего. И ни один человек не смеет сказать относительно любви к ближнему, что преуспевает в ней душой своей, если оставлена им та часть, которая по мере сил сообразно с временем и местом исполняется телесно. Ибо при этом только исполнение делается достоверным, что есть в человеке совершенная любовь. И когда бываем в этом по возможности верны и истинны, тогда дается душе сила в простых и ни с чем несравнимых понятиях простираться до великой области высокого и божественного созерцания. А где нет возможности любовь к ближнему совершить в делах, видимых телесно, там достаточно перед Богом любви нашей к ближним, совершаемой только душою. Желающий возлюбить Бога более всего должен иметь попечение о чистоте души своей. Чистота же души стеживается препобеждением и истреблением страстей. Страсти – суть дверь, заключенная перед лицом чистоты. Если не отворит то этой заключенной двери, то не войдет он в непорочную чистую область сердца. А без этого душа не может иметь и дерзновения в час молитвы. Ибо дерзновение сие есть плод чистоты и трудов над стяжанием ее. Вот в каком все сие совершается порядке. Терпение с принуждением в себе борется со страстями за чистоту. Если душа припобедит страсти, то приобретает чистоту. А истинная чистота делает, что ум приобретает дерзновение в час молитвы. Отречемся от того, что упросить у Бога чего-либо высокого. Но более всего приобретем терпение для всего, что не бывает с нами. И великом смирении и сокрушении о том, что в нас и о помыслах нашим будем просить отпущения грехов наших и душевного умерения. Одним из отцов написано, кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом. Написано, что не приедет царствие Божие видимо, то есть приметным образом. Мы со своей стороны будем всячески стараться привезти область сердца своего в благоустроение, делами покаяния и житьем благоугодным Богу. Господне же приедет само собою, если место в сердце будет чисто и неоскверненно. Чего же ищем соблюдением, разумея высокие дарования Божие, то не одобряются церковью Божией, и приемшие это приобретали в себе гордость и падение. И это не признак того, что человек любит Бога, но душевная болезнь. Да и как нам домогать высоких Божьих дарований, когда Павел хвалится скорбями и высоким Божьим даром почитает общение в страданиях Христовых? Пока душа болезнет страстями, она не ощущает чувством своим духовного и не умеет вожделевать он его, вожделевает же то только по слуху ушей и по писаниям. Врачует от всех болезней душевную силу сокровенное делание заповедей с приобщением к Христовым страстям. Первоначальное естество наше в очеловечении Христовом прияло обновление, приобщилось к Христову страдания и смерти. И потом по обновлению и извлиянием крови осветилось и сделалось способным к принятию заповедей новых и совершенных. А если бы заповеди сии даны были людям до извлияния крови, до обновления и освещения естества нашего, то может быть и самые новые заповеди подобно заповедям древним отсекали бы только порок в душе, но не могли бы истребить в душе самый корень пороков. Ныне же не так. Но сокровенное делание и заповеди новое и духовное, которые душа хранит, имея страх Божий, обновляет и освещает душу и сокровенно врачует все члены ее. Ибо явно для всех, какой страсть безмолвно в душе исцеляет каждая заповедь, и действенность их ощутительна и врачующему и врачуемому, как было и с кровоточивой женою. Исцеление страстной части души может совершиться и по благодати, как было с блаженными апостолами, но это дело особенного Божия избрания. Обыкновенно же душа приобретает здравие законным путем. Именно кто деланием заповедей и трудными делами истинного жития припобедил страсти, тот законным общим путем приобрел душевное здравие и отдоен млеком вне овеществления мира сего и осек в себе прежний свой нрав и возрожден, как и первоначально в духовном, и по благодати, как приобретший понятие внутреннего человека, стал видим в области духа и приял ею в себя мир новый, несложный. 145. Когда ум обновлен и сердце освещено, тогда все возникающие в нем понятия возбуждается сообразным естеством того мира, в который вступает он. Сперва возбуждается в нем любовь к божественному и вожделевает он общение с ангелами и откровение тайн духовного ведения. Ум его ощущает духовное ведение твари и воссеевает в нем созерцание тайн святые троицы, также и тайн достопоклоняемого ради нас домостроительства, и потом всецело входит в объединение с ведением надежды будущего. Если бы душа, когда заключена в области страстей, могла истинно уразумевать духовное, то не имела бы нужды спрашивать и дознавать о таинствах мира духовного. Но явно, что обучение и ведение при страстях не приносят пользы и недостаточны к тому, чтобы отверзать дверь заключенной перед лицом чистоты. Когда же отъяты будут от души страсти, тогда ум просвещается и поставляется в чистом месте естества и не имеет нужды в вопросах, потому что ясно видит благо, обретаемое на своем месте. Ибо как внешнее чувство, не вследствие обучения ощущает соприкосновенные им естества и вещи, но каждое чувство естественно ощущает встречающаяся ему вещь. Так подобным всему образом представляя себе о созерцании духовном, ибо ум, прозирающий в сокровенные тайны духа, если он в своем естественном здравии вполне созерцает славу Христову и не спрашивает и не учится, но наслаждается тайнами нового мира, превыше свободы воли, соразмерной горячности веры и надежи на Христа. Если желательно тебе, чтобы сердце твое сделалось обителю тайн нового мира, то обогатись сперва делами телесными, постом, бдением, службой, подвижничеством, терпением, неизложением помыслов и прочим. Связывай ум свой с чтением Писания и углублением в те, напиши предачами у себя заповеди, и непрестанным собеседованием молитвенным и самоуглублением в молитвословии искореняй сердце своем всякие образы, всякое подобие, предварительно тобою воспринятые. Приучай ум свой углубляться всегда в тайны спасителя и водомостроительства. Перестань просить себе ведения и созерцания, которые в своем месте и в свое время превышают словесное описание, и продолжай делание заповедей и труды в приобретении чистоты. И проси себе у Господа сподобиться умного жития. Начало, середина и конец жития этого составляет следующее отсечение всего единением со Христом. Если же возделиваешь созерцание тайн, самым делом возделывай в себе заповеди, а не одним стремлением их ведению. Духовное созерцание действует в нас в области чистоты. Созерцание у сынов таинства веры сопряжено с верою и пасется на лугах Писания. Словеса непостигаемая ведением делаются понятными для нас при помощи веры. И ведение о них получаем созерцание, какое бывает по ощущению. Для духовных тайн, которые выше ведения и которых не ощущает ни телесное чувство, ни разумная сила ума, Бог дал нам веру, которую познаем только, что тайны сии существуют. И от этой веры рождается у нас надежда о них, то есть надежда уразуметь их. Верой исповедуем, что Бог есть Господь, Владыка, Творец и Устроитель всяческих. От всего потом совестью понуждаем и решаем, что должно нам хранить заповеди Его и разуметь, что ветхие заповеди хранит страх, а животворные заповеди Христовы хранит любовь. Как говорит Господь, если любите меня, заповеди мои соблюдите. Я умолю Отца и иного утешителя даст вам. Пришествие мутешителя называет дарование откровение духовных тайн. Поэтому в принятии духа, которого приняли апостолы, все совершенство духовного ведения. И Господь обещал умолю Отца своего дать ему тешителя, чтобы он при делании ими заповедей и ощущении самих себя прибыл с ними во веки. Видишь ли, что за сохранение заповедей ум сподобляется благодати таинственного созерцания и откровений духовного ведения. Хранение заповедей такую и силу является, когда совершается из любви к даровавшему их, а не по страху. Поэтому законная дверь, вводящая созерцание, есть любовь. На всех восхождениях откровений, ведения и таинственных созерцаний божественная любовь вводит и низводит стяжавших ее. Потому сперва должно приобрести любовь, а после того созерцания духовного будет у нас естественно. И уразумей мудрость блаженного Павла, как он оставил все дарования сообщаемые благодатью и просил самого существенного того, чем приемлются и хранятся дарования, то есть любви 1 Коринфянам 13 глава она место откровений. И на этом месте созерцание показывает нам себя само собою. Как по мере естественного возраста душа приемнет в себя новое и новое видение о существующем в мире и день ото дня обучается этому более и более, так и в духовном человек приемнет в себя духовное созерцание и божественное ощущение и обучается этому в той мере, в какой ум возрастает в разумном житии. Когда же придет он в область любви, тогда созерцает духовное на своем месте 150. Пока человек употребляет усилие, чтобы духовность не зашла к нему, оно не покоряется. Если дерзновенно возмечтает он и возведет взор к духовному и будет доходить до него разумением не во время, то скоро притупляется зрение его и вместо действительного усматривается им призраки и образы. Как скоро постигнешь это рассудительным умом своим, то не будешь домогать это созерцание не во время. Если же окажется тебе, что и теперь, прежде вступления в область чистоты и любви, видишь созерцание, то созерцание сие есть тень призрака, а не созерцание. потому потому что у всего мысленного бывает подобие мечтательный образ, а бывают также истинные созерцания. И в естественном порядке иногда видится действительно, а иногда противно этому. Глаз вместо действительности видит тень, видит воду, где нет воды, видит здания, висящие на воздухе, между тем, как они стоят на земле. По такому явлению телесного тоже представь себе и о мысленном. Если зрение ума не будет очищено деланием заповедей, делами безмолвного жития, не приобретет в совершенстве света любви, не преуспеет возрастом в обновлении Христовым, то невозможно сделать соистинным зрителем божественного созерцания. Все же те подобия духовного, какие думает составить себе ум, называются призраком, а не действительностью. И это, что ум видит одно вместо другого, происходит от того, что он не очистился. Это было и с философами внешними, которые пошли духовным то, о чем не прияли истинного учения от Бога и разглагольствовали об этом в ненадлежащем самомнении. Единого Бога разделили в многобожии, говорили и соглашались между собой в глумлении помыслов, и эту мечту безумия помыслов своих назвали умозрением естеств. Истинное созерцание естеств чувственных и сверхчувственных и самой Святой Троицы уделяется в откровении Христовом. Ему научил и его указал человеком Христос, когда первоначально своей ипостасией совершил обновление естества человеческого, возвратил и дал ему первую свободу и сам проложил нам путь животворящими его заповедями восходить к истине. И естество наше тогда только способно соделаться с зрителем истинного, а не мечтательного созерцания.